Всем привет, с вами Егор Ярушин. Смотрите, какое дело. Ютубу постоянно нужно, чтобы ты выпускал контент, для того, чтобы он не засовывал тебя в какое-то абсолютное очелло, что касается рекомендаций. Поэтому сегодняшний ролик для поддержания актива на канале. Тем не менее, я надеюсь, что он будет для вас интересным. Особых инфоповодов в последнее время не было, а те, что были, не особо меня интересуют, просто потому что, ну, про Рамштайн вы объективно очень плохо смотрите на этом канале, а кроме Рамштайна ни у кого ничего нового особо и не выходило. Я думал записать про Эскимо Колбой, который уже не Эскимо Колбой, но, если честно, про них тоже собирает такое себе. Поэтому я подумал, а почему бы не записать про что-нибудь по-настоящему интересное даже для меня? Из-за этого сегодняшний ролик будет информативным, он будет, главным образом, интересен для людей, которых интересует соушал-медиа маркетинг, музыкальный маркетинг, в том числе, а Шафара я приплел просто в качестве примера, для того, чтобы вы побыстрее кликнули, собственно, на этот ролик. Да, сегодня, как вы, наверное, могли прочитать в названии, речь пойдет про накрутку, конкретно накрутку просмотров на Ютубе. Я буду рассказывать про два, собственно, способа, к которым прибегают артисты, блогеры и так далее, и того подобное. Но так как это будет иметь определенный музыкальный такой характер, это что? Возвращение рубрики? Пишите комментарии, если вам нравятся вот такие информативные ролики, ставьте пальцы вверх обязательно. Давайте наберем, не знаю, 2000 лайков, для того, чтобы мне было приятно. Ролик у меня достаточно спонтанный, да и вообще рекламу меня в последнее время никто особо не берет. Поэтому спонсоров этого ролика нету, однако я хотел бы очень сильно в очередной раз попросить вас подписаться на альтернативные мои сети, которые вы можете найти в описании, включая те, которые считаются экстремистскими и так далее на территории Российской Федерации. Короче, почему я вообще решил записать этот ролик, если честно? Вы задолбали меня спрашивать, с какой стати ты взял, что Шафар себе что-то там накручивает, его просто очень много смотрят, но мало комментируют и ставят лайки, потому что сидят в ахуе от того, насколько у него потрясающее и идеальное музло. Это не так, и есть определенные показатели того, что просмотры, прямо скажем, неорганические. То есть даже если не говорить о том, что тизеры, например, того же самого клипа Шафарского не набирали даже, не знаю, одной пятой того, что набрал в итоге финальный клип, не говоря уже там про статистику лайков и комментариев и так далее, но уже говорит как бы о том, что, наверное, людям этот материал не настолько интересен, как Шафар пытается сделать вид, что он, собственно, интересен им. Что касается конверсии насчет того, сколько должно быть правильное количество лайков, сколько должно быть правильное количество комментариев для определенного количества просмотров, про это я уже устал повторять. Это, в принципе, не знаю, уже такая абсолютная классика. Сегодня я поговорю про сами, собственно, способы накрутки, конкретно про два, как я уже сказал. И первый из них это тот, которым шафар, скорее всего, защищался бы. Если бы я спросил его, откуда такой бешеный и такой внезапный, собственно, рост просмотров, он бы сказал мне. Завис на кероши. Это все потому, что я покупаю рекламу у Google. Да, действительно, Google AdSense это один из способов покупки рекламы. В том числе и на YouTube вы наверняка видели такую тему, когда ты пытаешься посмотреть ролик, а перед ним тебе показывают другой ролик. Для примера ради вы, например, можете отправиться на канал Dreambound и попытаться посмотреть любой клип на нем. 100% уверенности, что вам перед этим клипом будут показывать другой клип и вы, собственно, попытаетесь его скипнуть. Сразу, как только получится возможность, потому что это не тот клип, который вы решили посмотреть. Тем не менее, это легальная реклама и почему же ты, Егор Завистник Ярушина, называешь это накруткой? Ну, во-первых, даже если этот таргет отстроен нормально и показывается вам, людям, которым теоретически другой Metalcore клип тоже мог бы, наверное, понравиться. Скажите честно, каков шанс того, что вы не промотаете эту рекламу и что она действительно за вот этих несколько секунд вас заинтересует? По-моему, если вот прям вы честно, положа руку на сердце, мне ответите, шанс, прямо скажем, невелик. Это, во-первых. Во-вторых, даже несмотря на то, что просмотр российский достаточно дешевый, все равно простроить таргет так, чтобы это показывалось потенциальной аудитории, которую ты мог бы заинтересовать, достаточно дорого. То есть каждый клик становится значительно дороже, чем, например, если ты поставишь какую-нибудь более дешевую страну, какой-нибудь Бангладеш, какую-нибудь Малайзию и что-нибудь такое. Поэтому среди ребят, которые простраивают вот эту вот рекламу, таргетированную на Гугле, среди так называемых специалистов, чаще всего попадаются люди, которые просто гонятся за минимальной ценой вот этого просмотра. Ну и я, наверное, никого не удивлю, сказав, что в развивающихся странах, конечно, огромное количество всяких ферм, которые занимаются просмотром вот такой вот рекламы. То есть, по сути, вы прокручиваете рекламу тем же самым ботом. То есть, это накрутка. Просто она легализированная и поэтому вас, YouTube, вам YouTube, точнее, не даст по шапке, не скажет, что это вы накручиваете и так далее. Статистика будет выглядеть примерно достаточно ровной. Плюс у вас будет возможность сказать, что, ну, вы, в принципе, играете по правилам, вы же заказали у YouTube рекламу, правильно? Второй, гораздо более дешевый способ накрутки, и про плюсы и про минусы я его тоже расскажу, это вот просто в цвет накрутка. То есть, покупка через какие-то сервисы, например, популярностью раньше пользовался Fiverr, я не знаю, можно ли там сейчас купить просмотры. Также есть, например, SeoClerks, это, по сути, в принципе, аналог Fiverr. Вы просто находите там задание, ну, точнее, как бы как, вы просто ищите там купить, не знаю, 50 тысяч просмотров, ну, или 500 в шафарском, да, случае. И вы, собственно, покупаете, платите там каких-нибудь 5, не знаю, сколько сейчас это может стоить, 10, 15, может, 50 баксов, я правда не разбираюсь. И через какое-то время у вас приходит вот с того же самого Бангладеша и Малайзии и прочих вот этих вот мест, эти просмотры, и все выглядит так, как будто вы нифига себе какой популярный. Проблема, однако, заключается в том, что алгоритмы Google сейчас значительно умнее, чем они были когда-то, когда шафар, например, только начинался своим каналом. Поэтому сейчас, например, если у вас есть канал, на котором есть постоянные загрузки, и у вас есть какая-то определенная статистика, если у вас внезапно появляется ролик, который с каких-то непонятных ковришек собирает очень много просмотров, значительно больше, чем до этого, и еще и не с того, ну, географического пространства, то есть, например, если у вас украинский или российский канал, и внезапно YouTube видит, как бы алгоритмы YouTube видят, что у вас выросло на 100 тысяч там просмотров, например, из какой-нибудь Малайзии, то, естественно, YouTube, как бы, хуй к носу прикидывает и говорит, ну, интересно, как же так получилось? И после того, как они чекают, что это действительно боты, они эти просмотры убирают, и вы заплатили бабок, но остались с носом. Это можно, можно обойти. И именно для этого создаются, например, абсолютно нулевые каналы, потому что, когда у тебя нулевой канал, YouTube еще не знает, как именно будут вести себя люди просматривающие, сколько их будут, из какой они будут страны. Поэтому, когда у тебя есть пустой канал или там канал с одним видео, да, ведь Денис, то вы можете покупать просто в цвет просмотры туда, потому что YouTube, ну, из-за малого количества загрузок не будет понимать, какой динамики от вашего канала вообще ожидать. Чем это чревато? На самом деле, не только второй, но и первый случай. Дело в том, что, когда вы покупаете вот такую вот рекламу, даже таргетированную с вашего канала, и показываете ее аудитории, которая в других случаях не будет заинтересована в вашем продукте, например, вот, то есть, если, я не знаю, вы видеоблогер, но иногда вы выпускаете на своем канале клипы, да? Если вы будете накручивать просмотры на клипы, то потом вот той вот аудитории, на которую вы накрутили, и будет показываться ваш материал, из-за чего он будет менее показываться обычным людям, которые до этого, типа, его смотрели, то есть вашим обычным зрителям. По сути, вот таким образом вы из-за понта того, что у вас типа много просмотров, будете терять свою настоящую аудиторию, и в итоге вас просто перестанут смотреть. Поэтому я никому не советую накручивать все просмотры, даже Дениска тебе. Вот, пожалуй, и все. Это был такой информативный ролик. Я надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что кто-нибудь там бринги какие-нибудь или кто-нибудь такой выпустит, например, какой-нибудь материальчик для того, чтобы я собрал больше просмотриков и хайпанул. И тем не менее, да, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и мои социальные сети, ссылки на которые есть в описании. С вами был Егор Ирушин. Пока!